всем доброе утро мы уже проснулись папа у нас сидит на диване машет ногами сегодня будем стряпать пельмешки на улице у нас прекрасная погода солнечная опять доброе утро милена милена опять со своим слаймом тут сидит уже с утра пораньше ой что-то горло запершило вот сейчас поеду зале руси она уже проснулась позвонила хотя время у нас только 8 утра вот сегодня хотим постряпать свои домашние пельмешки что-то думали думали чуть не приготовить решили пельмешки так что фарш у нас есть сейчас езжу в магазин куплю тесто репчатый лук у нас закончился и по-моему муки у нас тоже нету так что и будем стряпать свои домашние пельмешки сегодня еще дедушка с бабушкой нам вчера нашли штекер для телевизорового сегодня сделает антенну кстати у меня сушилка стоит с бельем вот таким образом навалены уже второй день у меня что-то никак не хватает рук убрать так съездили в магазин набрали вон опять продуктов у нас что-то продукты улетучиваются страшной силой все сидим целыми днями едим и едим сейчас я это все буду перемывать милен дочь пока ничего не трогать сейчас я помою потом возьмешь так вот хлебушек купили тут молоко вот такие вот взяла штучки я как-то брала один раз по моему зеленого цвета и синего вот зеленого мне понравилось синего понравилось и зеленого нет там в общем вот такую вот штучку и и кидаешь в бачок сливной она там потихоньку растворяется прям ну очень потихоньку и потом когда смываешь бачок этот унитаз идет вода с цветом с каким-то и естественно дезинфицирует вот я в этот раз купила бесцветные не понравилось что-то мне с цветами с этими со всякими как будто грязная вода какая-то вот попробую значит так купили копченой колбаски съели вот такие вот вафельки детям взяли взяла два лимона тоже будем чай пить с лимонами бананы вот такие вот вафельки взяли в тот раз милена с лерой пробовали очень им понравилось потом и ленина любимая вареная колбаска вот такую вот головку свеженького чесночка сметанка сегодня будем делать свои домашние пельмешки вот такие вот взяли вафли голландские с карамельной начинкой тоже очень вкусные так огонек не знаю что за огонек может вообще фигня какая-то в общем попробуем так ну вот в общем вроде все показала там у нас еще мука соль и лук уже убрали так что сейчас все перемоем и будем завтракать там у нас леруська привет привет милена привет привет в общем сейчас будем завтракать начался у нас процесс приготовления фарша к пельменям тут вова натер лука репчатого две головки на терке начался у папы процесс изготовления фарша у папы начался да ну ладно у папы начался мама будет стряпать ничего страшного так если у нас свиной фарш свинина с говядиной лучок сейчас еще свежий такой у нас есть свежий урожай чесночок сейчас мы тоже его сюда здесь у меня капустка я сейчас ее достану из баночки мелко-мелко ее порежу и мы добавим в фарш это будет обалденные пельмешки я очень люблю мы не так давно кстати кто смотрит мои ролики видели что мы недавно до вера вон не подсказывает у мамы тряпали точно такие же пельмешки с точно таким же фаршем и с капусткой было просто обалденно вкусно сочные пельмени прям рекомендую кто так никогда не стряпал попробуйте это очень вкусно мама мама с папой тряпают пельмени я снимаю видео репортаж мама с папой тряпают пельмени лера у нас сидит наблюдает смотрит ноутбук мы с папой стряпаем вкусные сочные пельмешки будем кушать потом милена конфет налопалась тебе наверно уже не охота наелась конфет уже наелась будет пельмени сто процентов купили такой вкусный огонек попробовала бывает если купишь бутылки огонек он прокисший бывает открываешь из него промыгает в уходе но этот слава богу попался нормальный ну конечно мало остроты потом туда еще чесночку вот был бы хрен если было бы лето так свой бы сделали когда бы хрена на терке или вообще здорово так что стряпаем сейчас настряпаем наедимся видео будет потом смотреть а мы с папой будем телевизор доделывать наконец-то чтобы у нас показывал телевизор там будешь сидеть с нами в комнате когда будем делать телевизор хорошо я тоже и ты тоже будешь смотрите сколько мне принес сейчас сосед рассады прям такой молодец прям спасибо ему огромное за бесплатно пересадил мне помидорки я ему земли купила сегодня завезла все помидорки подписал разные тут вот какой-то оранжевый нос желтые еще желтые вот еще гигант какой-то безразмерные я даже таких не слышала названий до помидоры у него всегда изумительный он у нас прямо такой знаете садовод прям да да это точно в общем принес он мне 23 кустика помидор но это мне столько не просила я просила всего 16 потому что как бы я много не сажаю у нас от 16 всегда куча мы не знаем потом куда девать вот так что удивил конечно меня дед саша но мы с ним конечно очень хорошо дружим наши соседи они уже пенсионеры спасибо ему огромное вообще прям я никогда если честно я покупаю рассаду очень мало мне постоянно соседи ну как бы в основном покупаю но дед саша он не никогда не продает он все время за бесплатно поэтому если он будет смотреть мой ролик его внук ходит мне помогает по интернету иногда то спасибо дед саша вам огромное за такой я знаю что после его рассады он не дает каждый год у нас помидоры прям шикарные идеальный всегда урожай поэтому поэтому вот и начались уже какие-то садоводческие приятные моменты скоро начнем копаться в теплицах везде в общем это очень радует и погодка у нас такая хорошая стоит в общем вот получилось у меня три вот таких вот полных подноса сейчас унесу их на подоконник поставлю в зал и и пускай растут а куда в ту комнату думаешь или в да или в ту комнату унесу точно билером подсказала наконец-то расправились мы с пельменями настряпали у нас уже первая партия варится папа у нас тут полную кастрюлю завалил пельмешками еще здесь наверное сейчас не наедимся еще вот эти сварим еще у нас сколько там морозилки 2 досточки в общем здесь у нас вот такой вот огонечек сметанка сейчас уксуса разведу и кто будет молоком припевать я не буду я не пью молоко да заходите к нам на пельменьки на пельмешечки всем сейчас будем кушать кто кушает вместе с нами обедает всем приятного аппетита еще в дополнение к помидоркам дед саша мне передал не дед саша дед саша принес титане его жена передала мне вот такую хлещевину мы каждый год высаживаем в этот год вот прямо смотрю листики прямо такие зеленые зеленые прям вот как у молодой капусты как-то вот мне кажется в в тот год потемнее были но в тот год у меня прямо вот сайта хлещевина была прямо бордовая вот в этот год не знаю какая будет на титане мне дает каждый год по 1 по 2 в тот год не давала у нее что-то не одна семечка по моему не выросла вот в этот год дед саша принес но я еще куплю наверное парочку потому что у меня сейчас вот здесь вот этот заборчик я вдоль него буду везде высаживать цветы где-то у меня уже есть здесь вот по моему я многолетних сажала еще вон тот куст пересажу вон тот вот около бани который тоже вот сюда его пересажу и я эту хлещевину сажали туда вот в эту клумбу где у меня камни и вот здесь вот прямо чтобы в окошечко смотреть она тут такая красивая в тот год была прям у меня даже есть видео одни из самых первых мои видео в том году где она вот выросла и на нее уже снег мокрый налип и она у меня до сих пор стояла вот поэтому мне еще наверное штучки 2 может и 3 я еще докуплю мы до такой степени наелись этих пельменей будь они не ладно хотели вешать эти телевизор вернее не вешать а что-то я какая-то толстая это после пельмени это мне какие-то ну-ка подожди что никита руки села и у меня что руки расплылись какие-то руки толстые меня стали до на меня такого загорелы по сравнению со мной в общем хотели мы идти телевизор делать нет ну конечно пойдем скорее всего через неделю пельмени как только улягутся это какой-то ужас это надо было вообще столько съесть милена нарисовала узоры какие-то лера у нас сидит смотрит ноутбук я не могу и не хочу стать даже еле вымала посуду сейчас маленечко пельмешки улягутся и пойдем телевизор подключать да папа я знаю что мы встанем это наташа когда переезжали я вырытка мне эту замечательную гирьку буду я с ней заниматься вот так вот я их потихонечку перетащила в эту комнату а толку нету не встает никак милена еще прижала папу он вообще никак не встает все объелись все сыты и довольны я недовольна ты недовольная потому что пельмени это не мой вкус да а твой какой вчера дали вовин телефон в ремонт сейчас нам вернули и у тебя же тут не бело было да поменяли в общем в это а смотри-ка вот эту твой черную на сюда на мой переставили на старое мою белую на твой нет у меня взяли вообще эту эту ну вова у меня на золотом то на моем телефоне у меня белый был ободок а сейчас синий стоит это скорее всего переложили с моего на твой мою эту тебе поставили вот отдали сейчас полторы тысячи и сделали ему телефон который у него был без защитки осторожно надо будет купить потом стекло налепить потому что махом разобьется конечно пойдет а чего не пойдет ну а чё он белый так-то он синий здесь только белые ночью ну мой-то не работает а может носивший да нет так а чё-то у игоря не спросил он бы тогда сказал отремонтировали два он же помнишь когда мой телефон забирал в ремонт он сказал что но этот уже безнадежно его уже не отремонтировать никакими запчастями ничем поэтому ну вот слава богу да сделали ну конечно это правда дешевле чем пойти даже такой же покупать он все равно денег стоит дубль 2 у нас нашелся штекер дедушка нам с бабушкой нашли сейчас будем вот тут у живого антенну вывел сейчас мы надеемся что у нас за показывает телевизор но мы вчера вроде проверяли к антенне подключали к этой но другой телевизор все вроде показывала сейчас попробуем что получится если долго мучиться что-нибудь получится да популя ты популяшь в общем подключили телевизор мы но нам не нравится в общем на кухне ведь он как плохо показывают ребит на кухню мы его уносили он показывает чисто а здесь в комнате он показывает вот с такой рябью в общем два часа сегодня мы его таскали из комнаты в комнату и вот видите как плохо вот и в общем то ли надо ему мы его подключили от антенны которые у нас висит там где терраса у нас с огорода у нас оттуда кухонный телевизор запитан вот на кухню переносим показывает хорошо переносим сюда плохо то ли надо отдельную антенну выводить куда-то то ли чё в общем у меня вова промучился наверно часа два с этим телевизором и плюнул и лежит на диване и ничего не хочет больше делать вот поэтому если кто знает что и почему так напишите пожалуйста помогите нам с этим разобраться вот видите как плохо и каналов здесь мало есть всего вот сейчас данный момент четыре канала а переносим его на кухню там и каналов больше как бы и в чисто чисто прям показывает здесь у нас на кухне видите хорошо показывает телевизор чисто антенна у нас висит вот здесь вот она вот видите прямо над трубами мы и видно и вот этот эта антенна у нас вот работает вот этот кухонный телевизор зале телевизор у нас работает от рост телекома вот и сегодня когда мы приносили сюда этот телевизор скух с комнаты он вот так же чисто показывает как и здесь только стоит его туда унести начинается такая рябь выползла я на улицу нас на улице тепло хочу поднести здесь террасу здесь грязи столько маленечко тут у меня рассада стоит в миленкиной комнате на окошке с помидорами там у нас там у нас лед стоит никуда не девается еще в самом конце так сейчас я здесь подмету в общем сейчас найду чё поделать погода замечательная я вон вышла прям такой вот кофте в лосинах в общем буду подметать сейчас маленечко прибираться я наносится за лизой и лиза у нас на улице и милена у нас хвост трубой он вон чё бегают друг за дружкой о все спряталась она от тебя под баню милен залезла у нас на улице погода хорошая я тут подмела все чистенько здесь вот еще угол сыроват но сейчас там льда нет за завтра за сегодня даже может все просохнет вон сколько льда на выбрасывала вон сколько глыбин давай спрыгиваем милен ты стрессе по этому по грязному не ходить потому что там уже все подсохло милена здесь вон ездит на велосипеде он чё гоняет маленечко хоть погуляет а то дети бедные тоже устали уже дома сидеть ну ладно милен я пойду зайдут и покатайся пока ладно ну я уже все дела сделала все завтра если чуть-чуть еще подсохнет пойду пособирают вот эти жанкины вон какашки по всему огороду ну сыра еще видите земля еще но земля еще вилен сырая тут не граблями ничего не пройтись чем я тут буду собирать вот везде и здесь дверь была открыта здесь у нас раньше жили индюки вова делал сам вот этот вот индюшат не курятник он значит сделаны сэндвич панелей это значит вот здесь вот железо так а здесь сбоку нигде не будет видно нет здесь нигде не будет видно в общем здесь железо потом пенопласт и опять железо в общем очень такие хорошие штучки и мыть можно и все окошечко тут поставил вот такой козыречек и здесь у нас жили здесь тоже капец сколько какашек дверь была открыта жанка и тут лазила вот и тут жили у нас индюки мы как-то пробовали держать индюков но мы поняли и вова у меня такой что он ну как сказать он не может ни котенка утопить как говорится ничего и жалко ему и поэтому мы потом поняли на той стадии когда мы поняли что нужны ну с индюками что-то делать их же не будешь вечно там кормить и так далее что их нужно все-таки кушать и мы поняли что мы убить их ним не можем вот так что это милен качельку нашла она на петельках висит сорвешь дверку она же не рассчитана на вес даже для закрытия не для катания вон у тебя качелька или чё она у тебя сломана уже все чё она сломалась надо тебе новую качельку сюда а чё а чё там ну грязная давай сейчас чем-нибудь вытерем сейчас что-нибудь придумаем тебе уже эта качелька тоже ты выросла выросла с нее с этой качельки жанна вон что-то все зарывает зарывает все ходит здесь вот у меня клумба тоже надо чистить сейчас смотрю сейчас смотрю в палисаднике у меня уже начали зеленые цветочки промелькиваться здесь у меня кстати тюльпаны тоже выйду все почищу может завтра завтра у нас вроде до 13 тепла здесь у меня вот облепиха растет а вова мне говорит чё она у тебя тут растет зачем она нам тут нужна у нас в палисаднике огромное дерево я вообще не знаю как сюда попал росток если честно непонятно никто специально сюда не сажал в общем она у нас откуда-то здесь появилась и значит выросла так что в огороде дел полно будем ждать пока все подсохнет и будем наводить порядок она подметалась на убиралась сейчас все подсохнет завтра может выползем еще в огород еще чего-нибудь поделаем зашла домой боюсь разделась тоже на улице как бы ветер на хоть и солнышко но думаю сейчас переусердствую еще не дай бог простыть да сейчас лишний раз чихнуть боишься поэтому маленько по убирала террасу все убрала вот так что завтра обещают хорошую погоду нас до 13 градусов если так оно и будет то выползем в огород что-нибудь поделаем по убираемся вова у нас тут сидит играет телефончик телефоном отремонтировали ребенка появились игрушечки у нас любитель он в эту игру играет поиску не ошибиться бы до волос сколько ты играешь на миленки не было да в общем он не играет на пять лет точно вот в одну и ту же игру он учит это на маленьком раунде лет у тебя заново все началось что ли а где у тебя тут раунд что-то я не вижу в общем там уже вообще так далеко ушел непонятно может если кто знает в одноклассниках в соцсети есть такая игра долина сладости называется вообще я не знаю сколько лет он не играет просто вообще капец так что буду с вами сегодня прощаться пожелав вам всем здоровья хорошего настроения увидимся с вами завтра не болейте будьте здоровы всех вас целую люблю всем пока